Дарите девушкам цветы, ведь черт возьми, это прекрасно, как проявление любви, нежданно и внезапно. Флэшмоб женственности уже десятый по счету, прошел в более чем 200 городах мира и 18 странах. Весь смысл этого мероприятия напомнить миру о женской красоте и увеличить число счастливых девушек в каждом городе мира. Также пообщаться с единомышленницами и зарядиться позитивом, а может быть даже найти новых подруг. Вот мы который год собираемся, много знакомых лиц, мы общаемся и в обычной жизни. И вот для нас такой небольшой праздник красоты, мы стараемся встречаться, этот день как-то отмечать. Покупаем цветы, надеваем красивые юбки, платья и приходим сюда, курантом. Кроме этого мы обычно водим хоровод или ручеек играть. Кто-то может быть поет, стихи свои рассказывает. Ну вот какое-то творчество, кто чем занимается, проявляет себя. Это обычно будний день после работы, уставшие женщины идут домой и вдруг мы с цветами говорим, какая вы красивая или у вас такая красивая улыбка, вот вам подарок, цветок. И они расцветают, они такие становятся нежные, красивые, ну просто прелесть. Вдохновляет очень, очень понравилось. Это событие воплотилось в жизнь благодаря Ольге Валяевой, автору более 15 книг о женском предназначении. Ее идею подхватили тысячи женщин и с каждым годом международный флешмоб женственности охватывает все больше городов и стран. Организатором и участником флешмоба может стать любая женщина. Я участвую третий раз. Чем нравится? Тем, что можно как-то принорядиться, что ли, прийти в платье, в юбке. Хочу поделиться с вами словами Далай-Ламы, которые меня очень вдохновляют. Планета отчаянно нуждается в миротворцах, целителях, реставраторах, сказочниках и любящих всех видов. Она нуждается в людях, рядом с которыми хорошо жить. Планета нуждается в людях с моралью и любовью, которые сделают мир живым и гуманным. 1 августа на площади у курантов было подарено около 30 цветов. Практически все женщины, которым они были преподнесены, знали о существовании такого мероприятия. Я читаю Ольгу Валяеву, и я знаю, что это и ее инициатива. Мы пришли посмотреть, как это проходит в нашем городе. Я не знала, меня Лиля познакомила с этим праздником. У меня интернета-то нету по старости, но зато я обрадовалась, что меня позвали. А когда цветочки дали вообще, рада, не знаю как. В следующий раз, если будет, мы обязательно опять перейдем. Честно говоря, мы в Магнитогорске вообще проездом. Приехали на недельку, но я увидела ВКонтакте про вот это мероприятие, и очень захотели мы в нем поучаствовать с дочкой. У нас в городе такого не проводится, поэтому я даже подумывала о том, что может быть организовать в нашем городе такое на следующий год. Заботясь о других, мы на самом деле заботимся о себе. И подарив самый даже простой цветок незнакомой женщине, вы сделаете ее и себя чуточку счастливее. Субтитры создавал DimaTorzok